Субтитры сделал DimaTorzok И давайте посмотрим, что же у него изменилось с последнего открытия А изменилось у него то, что он приобрел Ледяного Мага Да, я думаю, что он купил его именно в магазине Потому что, когда я ему открывал в прошлый раз сундучки У него, я открыл все легендарки, за исключением Ледяного Мага Теперь мы видим, Ледяной Мага у него есть У него есть абсолютно все легендарки, которые у нас присутствуют в игре И все, что ему сейчас для полного счастья нужно, это как можно больше карт Ну и, в общем-то, прокачивать текущие легендарки, которые у него есть в колоде Ну и обратите внимание на его колоду Какой контраст? У него две легендарки второго уровня А видим Команки десятого То есть, ну, Барвара только 11, а Команки десятые То есть, вот что значит выигрывать турниры и получать турнирные сундучки Ну что ж, поехали 44 944 галды Это практически 50 тысяч Варвары 320 Не, ну правда, ребят, если открывать турнирные сундуки Постоянно тащить на турнирах Либо же каким-то образом другим получать эти сундуки То очень можно не кисло качаться То есть, они действительно очень и очень прикольные То есть, 349 корги-го Вот даже 7500 карт, это просто умопомрачительное количество карт в этих сундуках Гигант 86 Мушкетеры Хижина гоблинов Колдун Ну, короче, сыпется просто Вот, ледяного духа Обычные карты 679 упало И опять же, потому что у него именно первый уровень этих ледяных духов Он их абсолютно не качает Поэтому настолько много их падает Голем Арбалет Пошли эпики Разряд Косарь разряда 11 уровень Блин, о-хо-хо Косарь, целый косарь разрядов Ребят, это просто Ну, вы видели, да? У него было 394 разрядов А теперь прибавилось еще косарь И получается ап до 11 левела разряд А вы знаете, да? Что разряд имба Это правда Практически в любую колоду влазит И творит чудеса Просто очень широкое применение этой карты Зеркало Маленький дракон Ведьма Гигантский скелет Всадник на кабане 175 И мы имеем уровень 8 Всадник на кабане Огненные шары 178 Вообще чудесно Молния 16 штук Мини пека 194 Рарки Мы только что получили Заморозка Сразу там Блин, уровень 4 По-любому И там еще, по-моему 4 карты Ну да, точно Еще 4 карты И сразу будет уровень 5 Надгробье 205 Мы сейчас Уже подвигаемся К тому самому заветному моменту Ради чего В общем-то И открываем эти сундуки Серьезно Серьезно С сундука на 7500 карт Выпало 1697 Миньонов Орды миньонов 1697 Вы серьезно Офигеть Не, ну это прям реально До хрена Я не помню Ну да 2К Чего-то Кургигов 2К по-моему Мне падало Но там по-моему Был сундук На 15 тысяч карт А здесь 7500 карт И сразу Полторы тысячи Ну это очень Обширный процент Количества карт Этого сундука Выпал сейчас За один Ну прикольно Ледяной маг Сразу Вот чувак Зачем ты его покупал Он и так бы тебе выпал Ну посмотрите Ну а зато Теперь он будет Уровень 2 Это конечно прикольно Шахтер Еще одна карточка Шахтера И скоро он Третий уровень А это значит Что в глобале Все будут плакать Потому что Ну шахтерам Еще и высокого уровня Можно творить чудеса На высоких Кубках Им и так творят чудеса На турнирах А третьим уровнем Это Так и пошли эпики Гоблинская бочка Вышипала Серьезно Сейчас должно упасть Нормально Легендарок А кстати 43 эпических карты Видели да 43 43 Карл 43 эпических карты Прикольно Иииии Дровосека Навалило Да Конечно 3 Дровосека Это мощно Хаха Ну правда Тут прям перебор Итак Что мы в итоге имеем А значит Принцесса Испарки Которая есть у него В текущей колоде Так и не выпали Это Минус Что-то он не клацается Почему он не клацается У него нет А есть Почему-то Ну Блустакс почему-то не клацается. В этой колоде это, я так понимаю, турнирная колода. Есть шахтер. Увеличили его на одну карточку. И третья колода. В принципе, Принцев здесь нападала ему. Ух, как! Пятый уровень получается сколько? Ну, чуть-чуть не хватит ему на шестой. Представьте, с его десятыми такоманками. Это просто вообще. Ну, и внизу мы видим Дровосека. Нападала вообще ему не кстати. Он не использует Дровосека. Ну, блин, может когда-нибудь с Дровосеком будет точно такая же история, как с Шахтером. Сразу же, ведь люди не все въехали, что Шахтер это имба. В каком-то смысле. Поэтому может и Дровосеку когда-то найдут офигительные применения. Он будет практически в каждой колоде, у кого есть на руках Дровосек. Ну, в общем-то прикольно. Прикольное открытие сундуков. Мне в целом понравилось. Особенно вот эти 1600 мух. Только открыл сундук ночной фурии на 7500 карт. Как он уже умудрился буквально за несколько суток вписаться еще в один турнир, занять там пятое место и получить еще один сундук на 3600. Помимо всего прочего, на данный момент у него уже 4000 кубков. Сколько можно сундуки ему открывать, чтобы он так качался? Я не понимаю. Десятым левелом 4000 кубков. То есть, ну, блин, ну хорош. Просто красавчик, реально. Ну да ладно. Давайте откроем все-таки на 3600 ему, раз такой уж кипиш. Пошел. Откроем ему этот сундучок. 20 тысяч голды. Ну вот, ребят, вот серьезно, у него нужно учиться. Как у него так получается? Блин, занимать такие места на турнирах, я, блин, просто не знаю. То есть, окей, занять какое-то место можно, да? Один раз, второй раз, третий. Но так, чтобы, блин, круглосуточно играть в этих турнирах и круглосуточно получать какие-то места, это просто... Это просто да. В общем-то, вы помните, у него есть уже все легендарки, в отличие от некоторых таких, например, людей, как я, у которого, в общем-то, не все легендарки. А что ему нужно? Ну, нужны команки, нужны рарки. В целом, ему нужно все, что сейчас падает. То есть, сейчас идет следующий круг, поэтому мы очень быстренько откроем этот сундук. Я не буду сейчас охать и ахать от тех карт, которые падают, по той простой причине, что у него уже и так все есть. Мини Пека 58. Ну ладно, здесь ох, ну хорошо. Очень хорошо. 58 рарок, это очень хорошо. Так, пошли уже эпики. Ждем легендарочку, мушкетер, стражи, огненный шар и... Ра-та-та-та-там. Пум! Адская башня, 134. На турнирах иногда очень сильно пригодится. Даже, невзирая на то, что ее пофиксили. Арбалет, колдун и... Пека. И... Дровосек. Ну, такое. Видите, он даже его не качал на второй уровень. Ведьма и давай. Ну, давай, ну, давай, ну, давай, давай. Будь мужиком, давай. Принцесса! Ну, вот за это... Это, блин, две принцессы. Ребятки, принцесса третий уровень. Я не знаю, теперь, может, он до пяти кубков дойдет. Ну, фиг знает. Просто третья принцесса, это реально найс. Ну, что ж, давайте теперь уже мой. Откроем, наконец-то. Я надеюсь, я сейчас прям пойду открывать свой сундук, потому что он умудрится еще каких-то навыбивать. И придется еще впиливать в это видео его открытие сундуков. Наконец-то, мой скромненький сундучок мы откроем на 2.100 карт, ребятки. В принципе, знаете, сколько не открываешь на 7.500, на 15.000 карт, кому-то другому, но себе даже на 2.100 намного-намного приятнее открывать. Ну, вы сами понимаете, это все дело просто в диком эгоизме. Ну, от этого сундука я ничего особо не жду. Видите, что там те же варвары 11 уровня до 12 качаются. У меня не вопрос. От гоблины порадовали. 100 гоблинов это неплохо, потому что собирать мне до 13 уровня все карты, сами видите, это очень-очень долго, либо нужно тащить на этих турнирах. Но я не ночная фурия, и участвовать через день в турнире я просто физически не могу. Меня это забирает как-то очень много. Я не знаю, там нужны железные нервы, просто железные нервы и куча свободного времени, чтобы настолько, как он тащить. Просто, просто пипец. Поэтому очень хочу долистать сейчас до легендарных карт, вытянуть свое бревно, запилить видос со всеми легендарками, и все. И, в общем-то, я прошел их. А, не, шучу, конечно, но правда, бревно хотелось бы просто для коллекции. Оно мне нафиг так не надо, я не буду его в колоды брать, но все же. Короче, что он нас вышибал? Так, яд, остается 6 карт, уже очень-очень рядом, гоблинская бочка, молния, шарик, и вот-вот-вот-вот, стражи, 15 стражей, неплохо. И давайте. Ледяной маг. Ну, ребят, в принципе, в принципе, ледяной маг, ну, неплохо. Согласитесь, неплохо, жалко, что он в единственном своем количестве. Буду собирать еще до старости на третий уровень, но ладно, давайте смотреть, что же там, что же там, что же шахтер. Шахтер, одна карта шахтера, ну, в целом, в целом, очень даже неплохо, ну, правда. То есть, получается, ледяной маг и шахтер из сундучка на 2 100 карт, профит я получил, по коммонкам и раркам, ну, такое мне не сильно понравилось, ну, в общем, ну, в общем и целом, я действительно доволен этим сундучком, вообще доволен этим открытием. Надеюсь, и вам понравилось это открытие сундуков. Если вы хотите еще больше открытий сундуков, чтобы они были более регулярные, ставьте палец вверх, ну, и не забывайте подписываться на канал. С вами был Аурум, всем удачки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok